привет! 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 сегодня я почитаю тебе всем известную сказку о рыбаке и рыбке автор Пушкин хоть сказка и, наверное, всем известна но мне кажется, послушать ее все равно будет довольно приятно надеюсь, мурашисто так что устраивайся удобней и наслаждайся шепотом и сказкой Александр Сергеевич Пушкин сказка о рыбаке и рыбке жил старик со своей старухой у самого синего моря они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года старик ловил неводом рыбу старуха брела свою пряжу раз он в море закинул невод пришел невод с одной тиной он в другой раз закинул невод пришел невод с травой морской в третий раз закинул он невод пришел невод с одной рыбкой с непростой рыбкой золотою как замолится золотая рыбка голос молвит человечье отпустит старче меня в море дорогой за себя домотку откуплюсь чем только пожелаешь удивился старик испугался он рыбачит тридцать лет и три года и не злу ехивал чтоб рыба говорила отпустил рыбку золотую и сказал ей ласковое слово бог с тобою золотая рыбка твоего мне откупа не надо ступай себе в синее море гуляй ты себе на просторе воротился ты у старик к старухе рассказал ей великое чудо я сегодня поймал золотую рыбку непростую по нашему говорила рыбка домой все море синее просилось дорогой ценою откупалась откупалась чем только пожелаю не посмел я взять с нее выкуп так и пусти ее в синее море старика старуха ты его забронила дурачина ты простофиля не сумел ты взять выкупы с рыбки хоть бы взял ты с нее корыто наша то совсем раскололась вот и пошел он к синему морю видит море слегка разыгралось стал он кликать золотую рыбку приплыла к нему рыбка ты спросил чего тебе надо старыч ей с поклоном старик отвечает с милостью государиня рыбка не дают мне покою надобно ей новое корыто наша то совсем раскололась отвечает золотая рыбка не печалься ступай себе сбоку будет вам новое корыто воротился старик а у старухи новое корыто еще позже старуха бронится дурачина ты простофиля выбросил дурачина корыто в корыто много лекарств воротись дурачина ты к рыбке поклонись ей да выброси уже сбу дурачина дело нечего пошел он к синему морю помутилось и синее море стал он кликать золотую рыбку рыбка да приплыла да спросила чего тебе надо старыча ей с поклоном старик отвечает смелость еще пуще старуха бронится не дает старику мне покою избу бросит сварливая баба отвечает ему золотая рыбка не печалься ступай себе сбоку так и быть изба вам уж будет и пошел он к своей землянке а землянки нет уж и след перед ним изба-то со светелкой с кирпичной беленой трубой с дубовыми тезами вороты и старуха сидит под окошком на чем свет стоит мужа ругает дурачина ты прямой простофиля выбросил простофиля избу воротись, поклонись к рыбке не хочу быть черной крестьянкой хочу быть столбовой дворянкой пошел наш старик к синему морю не с поголой но и синее море стал он кликать золотую рыбку приплыла к нему рыбка спросила чего тебе надо, старыч? ей с поглоном старик отвечает смилуйся, смилуйся государиня рыбка пусть прежнего старуха вздурилась не дают старикам не покою уж не хочет быть она крестьянка хочет быть столбовою у него тварянка отвечает ему золотая рыбка не печалься ступай к себе сбоку воротился старик к старухе что же он видит высокий деревь на крыльце стоит его старуха дорогой с собой и душегрей парчевая на маковке китчика жемчуги окрузили шею на руках золотые персни на ногах красные сапожки перед ней усердные слуги она бьет их за чупрун таскает говорит старик своей старухе здравствуй, паренья государыня дворянка чай теперь твоя душа ты довольна на него прикрикнула старуха на конюшне служить его послала вот неделя другая проходит еще пуща старуха вздурилась опять к рыбке старика посылает воротись, опоклонись рыбке не хочу быть столбовой дворянкой а хочу быть вольной царицей испугался старик как ты взмолился? что ты, папа, пилит я пьелась? ни ступить, ни молвить не умеешь насмешишь ты целое царство осердилась пуща старуха по щеке ударила мужа как ты смеешь, мужик, спорить со мною со мною, дворянкой столбовою ступай к морю, говорят тебе честью не пойдешь, поведут по неволе старичок ты отправился к морю почернило синее море стал он гликать золотую рыбку прибудла к нему рыбка да спросил чего тебе надо, старич? ей с поклоном старик отвечает смеялся, смеялся, государин рыбка ведь моя старуха бунтует уж не хочет быть она дворянкой хочет быть вольной царицей не печалься ступай себе с Богом добро будет старуха царицей старичок к старухе воротился что же перед ним царские палаты в палатах видит свою старуху за столом сидит она царицей служит ей бояре да дворяне наливает ей заморские вины заедает она пряником печатно в круг ее стоит грустная стража на плечах к топорике держит как увидел старик испугался в ноги он к старухе то поклонился молвил здравствуй, грустная царица но теперь-то твоя душа довольна на него старуха не взглянула лишь за честь своих праг наделила подбежали бояре и дворяне стариков за шеи задолгали а в дверях то стража подбежала топорами чуть не срубила а народ то над ним насмеялся под делом тебе, старая невежда пред тебе невежа наука не садись ни в свои сани вот неделя другая проходит еще пусть старуха вздурилась царь дворцев за мужем посылает отыскали старика привели к ней говорит старику старуха воротись, поклонись рыбке не хочу быть вольной царицей хочу быть владычицей морской чтобы жить мне в океане моря чтобы служила мне золотая рыбка и была у меня на посылках старик не осмирился перечить не дерзнул поперек злова да молвить идет он так синим морем видит на море черная буря так вздулись осердитые волны так и ходят, так и воют так и воют дал он кликать золотую рыбку приплыла к нему рыбка да спросила чего тебе надо, старич? смеялась государственная рыбка что мне делать с проклятой бабой уж не хочет быть она царицей хочет быть владычицей морской чтобы жить в океане моря чтобы ты сама ей служила и была у нее на посылках ничего не сказала рыбка лес хвостом по воде плеснула да ушла в глубокое море долго море ждал он ответ не дождался к старухе воротился да глядь, опять перед ним землянка а на пороге сидит его старуха а перед нею разбитая корыта вот и сказке конец а кто слушал, молодец что можно сказать я думаю, все сказано в сказке так что могу лишь пожелать вам добрых снов и хорошего настроения надеюсь, увидимся с вами совсем скоро надеюсь, увидимся с вами совсем скоро и так что мы можем чтобы я не хотел что-то не хотел чтобы не было покорил и так что вы будете поднимать что-то поднимать что-то я не хочу Продолжение следует...